Здравствуйте, друзья! Расскажу новости, которые волнуют иностранных журналистов. Представители вьетнамского издания написали о большом общественном резонансе из-за действий Владимира Путина на замашке со стороны Нидерландов. Уже ни для кого не секрет, что отношения между Россией и западными странами стремительно ухудшаются. И к активным нашей страны относятся Нидерланды, которые вдруг стали проявлять сильное рвение с Российской Федерацией. Премьер, министр Мар Рюти, к примеру, заявил, что необходимо делать все возможное, чтобы сдерживать. И вот уже в новостях появилась новость, что Амстердам готов выставить вблизи границ России, а именно в Литве, американскую. И, конечно, Россия уже устала молча сносить все эти наглые выпады. Никто уже не собирается терпеть подобные демонстрации. И вот последовала ответка, которая многие страны поразила. Об этом рассказали в издании САХА. В ответ на все Владимир Путин подписал указ, который внес смуту в сельскохозяйственный сектор мирового масштаба. Согласно такого постановления, Москва конфисковала у Нидерландов активы компании Агротера. Теперь правительство России забрало все активы в свое владение и под свой контроль. На минуточку, это предполагает целые сотни тысяч гектар сельскохозяйственных территорий в России. Как оказалось, все это добро принадлежало холдингу, который находится в Нидерландах, а вот его штаб-квартира в Нью-Йорке. То есть, фактически своим указом Путин сразу убрал двух зайцев. Продемонстрировал ответ не только Европе, но и Америке. Представители издания САХА полагают, что Российская Федерация намеренно выбрала именно такую организацию. И ведь указ был подписан в то самое время, когда правительство Нидерландов начало активно демонстрировать свое ФИ России. И только после этого президент РФ решил проучить неблагодарных бывших партнеров. Агротера действительно колоссальная компания. Она входит в двадцатку самых крупных владельцев сельскохозяйственных земель на территории России. На этих огромных территориях выращивают рапс, пшеницу, сахарную свеклу, подсолнечник, кукурузу, сою. В эту компанию входит хозяйство в Липецкой, Орловской, Пензенской, Курской, Тамбовской и Рязанской областей. Предприятию принадлежит целая масса техники и элеваторов. Огромные оросительные системы покрывают более трех-шесть тысяч гектар земель. И вот это вот все больше не принадлежит Нидерландам. И это весьма большой удар по экономике такой маленькой страны. И такая новость очень всколыхнула мировую общественность. Многие страны обеспокоены, как такой шаг отразится на продовольственной безопасности. А по-моему, беспокоиться наоборот не о чем. Если кто и накормит нуждающихся, так как это только матушка Россия. А ваши, какое мнение, друзья? Пишите в комментариях и подписывайтесь на мой канал. Димарш в Молдаве в ЕС оказался лишь показным жестом. Отказавшись поддержать санкции, страна как будто сделала одолжение и России, и своим партнерам по ЕС. Ситуация свелась к тому, что Майя Санду неожиданно вспомнила о долгах за российский газ, который, по всей видимости, никто не готов оплачивать. А зря, ведь Москва помнит о феноменальной сумме, которая задолжена Газпрому. Заявление Жозепа Бореля, главы внешнеполитической службы ЕС, о том, что Кишинев отказывается принимать пакет санкций, вызвало неожиданный резонанс в мировом сообществе. Представители Молдавии признали, что, несмотря на присоединение к 80% санкционных ограничений, в процессе произошел сбой. И этот сбой оказался не так очевиден для многих. Однако потирать руки в данной ситуации рано для Евросоюза Димарш в Молдаве, скорее всего, не принесет серьезных проблем. Брюссель полностью контролирует политические элиты страны и имеет возможность выбирать их, поддерживая минимальную дееспособность. Молдавское правительство безропотно выполняет указания, не обращая внимания на благополучие страны и граждан. Впрочем, все главные люди хорошо устроились, а простые могут и подождать до лучших времен. Откат Молдавии в сторону России скорее является вынужденной мерой, чем реальным желанием глав республики. В этом контексте особенно важно напомнить, что страна вынуждена использовать русский газ, несмотря на долгие поиски альтернативных источников. Отказ от нашего газа грозит молдаванам гуманитарной катастрофой. Вот Майя Санду скрижища зубами и жмет руку Москве, лишь бы только создать перед народом видимость добрососедских отношений с Россией. Торговые отношения между Молдавией и Россией фактически находятся на нуле. На этом фоне экономика республики заметно пошатнулась. Ответственность за сложившуюся ситуацию правительство Молдавии перекладывает на Евросоюз, игнорируя собственную неэффективность. Президент Майя Санду получает критику за бездарное руководство и низкий авторитет у населения. Но другого выхода нет. Однако главный вопрос, который беспокоит многих, это ситуация с долгами за русский газ. Кишинев молчит по этому поводу уже полгода, не внося ясности относительно возврата долга. Пока что Молдавия не собирается закрывать долг перед Газпромом, подвергая экономику страны серьезным риском. Оказывается, три года назад правительство Молдавии обещало провести газовый аудит, но затянуло этот процесс, нарушив сроки. Вместо выполнения своих обязательств перед Россией молдавские власти организовали конференцию с участием западных стран, игнорируя Кремль. Еще со времен Советского Союза Европа привыкла сыто жить за счет наших дешевых ресурсов. СССР поставлял, можно сказать, по обросовым ценам довольным европейцам нефть, газ, металл, древесину и многое другое. Европейская промышленность процветала, страны богатели, в общем, европейцы сыто ели и сладко спали. С распадом Союза ничего не изменилось. Ельцин, идя на поводу американцев и в угоду Европе, продолжал ты уже политику, то есть Запад по-прежнему получал от нас дешевое сырье. Нас Запад обкладывал санкциями еще в советские времена. Ничего не изменилось и после 90-х, тем не менее, они требовали бесперебойной поставки дешевых российских ресурсов. И получали их. Но когда-то всему наступает конец или, если сказать по-другому, всему есть предел. Я не буду описывать все те события, которые привели к тому, что российский живительный источник для Запада был закрыт. Кстати, они же сами очень хотели избавиться от российской зависимости, не дать нам заработать, от чего-то нас изолировать. В общем, халява закончилась. Дешевого сырья, которое было основой европейской промышленности, больше не будет, соответственно, богатеть за наш счет уже не получится. Запад обложил целой кучей пакетов с санкциями, но кое-что хитрые еврочиновники все же забыли включить. В частности, без их внимания остался экспорт древесины и пиломатериалов из России. Тут уже Россия возмутилась, дескать, раз уж вы решили избавиться от всего российского, то надо идти до конца. В результате Москва всего лишь увеличила пошлину на наш лес до 80% и оставила из всех для вывоза леса всего два. Сразу же начались крики, мольбы и даже угрозы со стороны С. С. Чиновники посчитали и поняли, что с такими пошлинами их деревообрабатывающие компании окажутся на грани банкротства. Канада и Штаты бегут союзникам на помощь, тем более, что у канадцев самих лес горит, соответственно, древесина дорожает. Конечная стоимость продукции тоже растет, да так, что средний европеец уже не может позволить себе купить что-то из, например, красного дерева. Фабрики начинают закрываться, работники оказываются на улице. То есть грядут протесты и беспорядки. И Европа стала нам говорить нам о штрафами за ненесоблюдение норм Всемирная торговая организация, согласно им, пошлина не может превышать. Когда-то Россия долгих 18 лет пыталась стать членом Всемирной торговой организации. Наконец, в 2012-м ее приняли в организацию, пообещав кучу преимуществ. Если все эти пункты рассмотреть с точки зрения сегодняшней обстановки вокруг нас, понятно, что ничего из вышеперечисленного не работает. Поэтому Москва на все требования сказала, мол, с некоторых пор для нас международные законы имеют только рекомендательный характер. Основное для нас – законы России. Мы не отказываемся поставлять древесину в Европу, но только по нашим ценам. Все, в этом вопросе наше руководство заняло твердую позицию и ничего менять не собирается. Хоть и поздновато, но учимся отшивать любителей дармовщины. Правда, внутри нашей страны нашлись лоббисты интересов Европы, которые начали учить остальных. Дескать, мы из Всемирной торговой организации не вышли, потому должны соблюдать нормы, пошли на не больше 20%. Но лоббисты высказывают недовольство в очень узких кругах, боясь выступить перед правительством. Сейчас как раз очень хорошее время, чтобы вычислить всех промериканских и прозападных любителей, дабы зачистить от таких наше общество и чиновничьи кабинеты. В итоге все требования еврочиновников и попытки принудить нас возобновить поставки леса в ЕС закончились ничем. Не хочет Россия выполнять чужие желания.